здравствуйте сегодня меня в гостях директор нашего исторического музея надежда ивановна я считаю что музей исторический музей это тоже искусство понимаете я думаю что вы создаете искусство работая в этом музее то есть ваше искусство это ваш музей и хотелось бы о вас узнать больше чтобы чуть начали рассказали о себе и потом о вашем искусстве а я за это время буду делать набросок к вашему портрет ну а для того чтобы портрет наш с вами так сказать состоялся расскажите больше о себе потому что я-то вас знаю давно ну мало знаю вас ну в общем то много рассказывать и нечего ну так вкратце родилась я в запорожье поэтому себя называю иногда в шутку запарижанка почти париж то училась в запорожье потом училась заочно в университете в запорожье работала работала в школе ну а потом волей судеб выйдя замуж переехала в днепропетровск немножко поработала в школе и попала в музей и в мне наиболее интересно было есть и я надеюсь будет потому что музей я с вами согласна это искусство но это еще очень многогранное искусство потому что музеи соединяется мне очень нравится как федоров писал это мыслитель рубежа 19 20 века что благодаря изящным искусством истории археологии музей река лето забвение превращается в источник воды живой музей соединяет прошлое будущее соединяет поколение поэтому вот такое предназначение музея я считаю и дает возможность нам говорить о том что это искусство это наука это сочетание очень многих параметров но еще один момент о котором говорят в музее что музей ведь это производная от слова музеум храм древней греции были музеум храмы где жили богини муз туда входили не только привычная на муза танца поэзии но и астрономии и прочее 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 и среди них была клио кстати вот именно клио стала у нас главной героиней в нашей музейной книги это была мечта давняя книга называется мы мандруем и музеем книга написана для родителей с детьми вот можно сказать детская книга детская книга но для родителей тоже понимаете вот что нас беспокоило когда мы взяли за эту книгу что родители и дети очень мало общаются между собой и база общения как правило какая что в школе получил что покушал сделали уроки это не база для общения должны быть общие интересы вот мы придумав такую книгу и дали возможность вместе прийти с ребенком в музей и не просто походить по залам а потом дома еще выполнить определенные задания конце каждого зала есть задание где родители с детьми могут посоревноваться могут подумать какие правильные ответы и так далее то есть вот такой момент где все путешествие сопровождает родителей богиня истории клио она главная героиня этой книги ну а если говорить о нашем музее вы немножко сказали вот но у нас есть такое помпезное название днепропетровский национальный исторический музей имени дмитрия ивановича яворницкого недавно все-таки года три назад только пришло это где-то четыре года назад да нам было присвоено это звание но вы знаете мы с радостью остались в области было предыдущее предложение национальном музею и уйти под финансирование руководство киева но знаете вот опыт работы общения с коллегами показывал что это не лучший путь здесь же мы родные здесь до нас понимают здесь мы можем прийти на комиссию по культуре и рассказать о своих проблемах бедах нас услышат нас поддержат поэтому вот решение коллектива было что если национально только в пределах оставаться в области родными своими в области а вообще вот если поговорить и с музейщиками очень часто такая разбитая фраза наш музей один из старейших музеев украины спрашиваю а с какого года ваш музей 1932 например мне сразу становится смешно говорю ребята вот давайте правильно оперировать историческими данными если наш музей возраста 1849 года то есть нам уже больше 167 лет и вот когда-то мы с моей коллегой валентина михайловна бекетовой заместителем по научной работы решили сделать вот такую книгу вехи музейной биографии то есть все по дням что нам известно вошло в эту книгу и вы знаете вот даже непрофессиональный историк человек листая эти страницы и видя хронологию событий для себя открывает очень много интересного нового а иногда и парадоксально повторяющегося что нас вот например развеселила в этой книге что в январе допустим девятого года 1909 года установлена тревожная кнопка через полтора года читаем заработала тревожная кнопка то есть и тогда были проблемы когда полтора года надо было ждать реализации достаточно нужных вопросов и задач и вот мы сегодня разговаривали о том что музей берет начало до середины 19 века но это была была небольшая коллекция которая к сожалению путешествовала то в дворце потемкина была то она была классической гимназии и наконец 905 году построили здание вот в этом здании воссоединилась первая коллекция средины века и коллекция александра николаевича поля которая безусловно стала жемчужиной нашего собрания ну а вот такой особый подъем музея его статус появился благодаря дмитрий иванович яворницкому конечно который более 30 лет возглавлял наш музей и многие вопросы многие проблемы которые мы сегодня решаем наши музеи развиваем темы были заложены именно дмитрий ивановичем яворницком до небольшая коллекция каменных баб у нас была но выросла она благодаря яворницкому а уже мои коллеги-современники ее продолжают пополнять вот наша литературная преднепровье музей который отдел нашего музея ведь историю литературы тоже начинал собирать дмитрий иванович яворницкий вы будете я думаю поражены что семья ган файдеевых ганну в блаватской первые материалы были собраны тоже яворницким потому что файдеев возглавлял канцелярию по делам переселенцев юга россии то есть вот наш музей наверно родился по счастливой звездой потому что темы дает возможность изучать изучать из глубины веков и до современности а вообще я бы хотела упомянуть еще одного человека который внес огромный вклад развития нашего музея это агриппина федосеевна ватченко директор нашего музея до середины 80-х годов а пришла она в музей 1948 году пришла научным сотрудникам и вот самый сложный период будем говорить двадцатого уже века вторую половину двадцатого века это проведение реконструкции нашего музея когда маленькому желтенькому зданию современ который сейчас выглядит желтеньким пристроили новую экспозицию то есть вы сначала начали свою работу самым так сказать простыму экскурсоводом ну во первых да я пришла работать музей когда директором было агриппина федосеевна ватченко я бы не сказала что работа экскурсовода это простая работа вы знаете экскурсовод это и актер это и психолог потому что каждая группа имеет свои интересы экскурсовод должен учитывать какая-то группа какие-то люди и подбирать слова понятные этим людям и в меру быть артистичным но считается что до первые так шажок это работа экскурсоводов хотя у нас есть люди которые работают много лет экскурсоводами и не хотят никуда уходить но потом волею судеб я была переведена завсектором заводелом но потом уже назначена директором музея это было в 1998 году феврале и вот как-то я просматривала интервью которые брали у меня тогда и среди одних из таких главных задач я говорила это наконец-то начать функционировать нашему музею литературное преднепровье что случилось 90 году 99 году и вот тогда я сказала что я считаю что музею необходимо большая интересная книга которая рассказывает о коллекции музея потому что до персонали которые создавали музей это важно но важно еще та коллекция которая есть музей потому что музей разговаривает через экспозицию художественно оформленную но экспонатами и вот такая мечта сбылась и вот мы издали в 2005 году вот такую книгу скорбы историчного музею и мы постарались чтобы вот в этой книге было как можно больше тех предметов которые появляются только на выставках то есть это представлена в миниатюре коллекция нашего музея все ее направления она достаточно увесистая но если вам скажу что музей сегодня хранится 270 тысяч музейных предметов вы понимаете что это надо многотонное издание чтобы каждый предмет условия хранения достойны это коллега вы знаете конечно условия хранения должно быть значительно лучше и об этом мы постоянно говорим боремся что-то нам удается делать что-то еще не удалось сделать но в общем то мы видим направление развития и возможности которые дает современные технологии для создания нормальных условий но ведь какие бы условия не были музейный предмет не будет жить если он только в запасниках у для этого существуют выставки и мы стараемся придумывать выставки такие которые бы были интересны нашим посетителям и я считаю что вот есть у нас выставки которые стали базовыми такие как взыкающий свит рычей это была у нас выставка загадка когда мы не писали традиционные для музеев этикеток что это ваза это тавро это то то а просто написали материал и век и посетители благодаря подсказкам реформованным должны были заполнить лист и узнать что это за вещь и там было более 100 вещей ну скажу комплимент нашим посетителям мы думали что где-то 50 процентов угадают предметов угадая угадывали 70 и 80 недавно по-моему несколько лет тому назад да да вот такие наши интерактивные выставки которые работали это выставки оружия огнестрельного и холодного оружия где у нас выступали ребята которые занимаются боевыми искусствами то есть выставка должна быть живая и давно уже отошло время когда в музее говорят тишина на цыпочках и шепотом нам посчастил посчастливилось 2005 году быть вместе с музеем глищунова в одессе первыми кто провел ночь музея у нас была спектакль до люды на степ посвященным так такому философскому размышлению человек пришел степь и для чего он пришел сюда чтобы степь жила или как у гончара в степи стояли ракеты вот такая тема следующую тему когда мы разрабатывали это однажды мы будем солдатами посвященную войне оккупации сорок первом сорок третьем году ну и два года назад мы сделали еще один формат это свободная ночь музея то есть люди приходят и путешествуют по залам всю ночь ну всю ночь экспонаты не выдержат до часу ночи было у нас и будем говорить люди с удовольствием ходили по музею смотрели шоу потому что в каждом зале свой был театр будем говорить если шаман шаманил казаки воевали байк раз и рассказывали бал проводили в девятнадцатом веке то есть правда что вещи это могли так оживать вот ночи а все может быть да говорят что есть говорят что музею ночью не тихо шаги слышно двери скрипят нет я не хочу ужастики рассказывать но вот вот понимаете тут может быть физическое объяснение старое здание новое здание присоединенное перепад температура может быть и что-то поэтому я пугать не хочу что кто-то побоится прийти музей ночью и даже заинтриговали да и будем говорить так что вот эта ночь первая которая была у нас два года назад она очень пришлась по вкусу нашим посетителям было очень много людей около тысячи с небольшим хвостиком зато на 2 но 14 году ну я была честно говорю счастлива и поражена у нас стояла очередь чтобы купить билет от нашего здания до трамвайной остановки прошло почти 2000 человек у нас было задействовано около 150 волонтеров и наших сотрудников музея то есть это было действительно вот такая очень интересная для взрослых и детей и вот в этом году мы тоже готовим для ночь музей для наших посетителей и специально делаем детскую площадку потому что родители могут походить еще по музею дети могут позаниматься на наших мастер классах кроме того что увидели вот ну и такой интересный момент выяснилось что люди пришли не только на шоу наверное столько внимательных разглядывания музейных предметов мы редко видели в нашем музее потому что народ открывал альбом и народ присматривался к надписям то есть мы вызвали интерес определенным шоу к музейным предметам и я считаю что это очень важный момент который почему-то говорит о том что мы имеем правильные наработки и мысли и к нам идут я слышал что вы любите консервировать такой нетрадиационного все музеи это замечательно чуть чуть-чуть еще снула вас и правда ну как вот огурцы которые скорее не консервированные а соленые но закрытые в банке пользуются бешеной популярностью ну мы все многие выходцы из советского союза когда консервирование было непосредственным моментом жизни каждой украинской семьи помидорчики огурчики и прочее вот ну и знаете это и экономнее это и большей вероятности того что это продукт экологически будем говорить чистый это я задал чуть-чуть умышленно почему потому что вот музеи вот вещи часто можно слышать музеи вещи законсервированы вот насколько они вот ну законсервированным в этом более гипотетическом что ли понимание что и конечно никто там не закрывает банки но насколько они недоступны человеку что их вот или их можно потрогать или их можно как они изолированы я поняла вашу мысль в музее есть такая диалемма как можно было больше придвинуть предмет к человеку чтобы он смог его рассмотреть желательно джонского почувствовать даже потрогать а с другой стороны мы должны это сохранить для будущих поколений это не пафос если у нас есть предметы возраст которых 5000 лет и мы их сохранили то естественно мы эти предметы должны передать и другим поколениям а если мы будем давать в руки каждому человеку то естественно микробы следы с наших пальцев остаются на предметах и начинается процесс заражения и существует такое понятие как очистка предмета и консервация но никакая консервация это покрытие специальными растворами растворами да да покрывается но со временем это все равно разлагается и повторно надо вести реставрацию консервацию особенно это касается предметов которые находят во время археологической экспедиции это касается металла которому больше там 50 лет есть предметы которые мы даже не можем сохранить была попытка например водолазный костюм но это резина да она со временем разлагается и превращается в комок просто слившиеся резины то есть есть предметы которые мы в априори не можем сохранить увы потому что они сделаны из определенных материалов поэтому вот стараясь дать возможность человеку увидеть предметы мы все-таки не можем дать его в руки есть отдельные экспонаты которые мы даже разрешаем потрогать руками и во время наших интерактивных экскурсий но это очень небольшое число потому что наша задача все-таки не только использовать нашем поколении но и передать дальше мы сейчас делаем выставку свидетельство это выставка о детстве начиная от рождения ребенка до школы и мы подняли детские предметы из археологии мы подняли предметы 18 19 века связаны с детьми мы сейчас вот ищем например коляску прогулочную коляску для ребенка мы не можем ее найти а какого времени да будь какого желательно туда постарше мы например нашли чудесную кованую кровать но мы тут дискутируем тридцатые годы или сразу послевоенная вы увидите ее это ну произведение искусства она настолько оригинальная вот по сравнению с нашими деревянными кроватками которые сейчас существуют мы собрали огромную коллекцию игрушек игрушек самого разного времени и для мальчиков и для девочек то есть вот куклу старая да медведь уже грязный там выкинуть надо а мы забираем мы его моем стираем приводим порядок и уже взрослые приходят и испытывают определенную ностальгию по своему времени потому что это игрушки их периода поэтому безусловно музей это возвращение к жизни я думаю многие услышали об этом и по вам наверно сейчас принесут и будем будем рады будем рады потому что к сожалению нас эта коллекция была не очень большая мы целенаправленно ее собирали а вот и если будет пополнение безусловно для нас это будет огромное счастье вот мне кажется как раз на вот этой вот такой хорошей ноте что пускай музей собирает игрушки именно те предметы которые вот окружает мирный быт человека да потому что все таки мы знаем что в историческом музее собраны предметы войны но хотелось бы на разу чтобы больше собирались предметы мирные конечно и пожелаем на всем чтобы наш музей дальше процветал благодаря миру благодаря людям которые приходят музей и ощущают что опять таки к философии музея вернусь что музей это место где человек ощущает себя не одиноким что он не первый пришел этот мир он составная часть вот этой цепи развития и что если его не было это быть цепь была прервана поэтому музей это место где человек напитывается оптимизмом надежда вот я сейчас как раз заключение ставлю автограф и такой вам вручаю эскиз набросок будущего портрета спасибо большое нас сейчас были ах обмануть меня не трудно я сам обманываться рад творчески подошли спасибо большое спасибо